здравствуйте друзья я сегодня по дежурю по америке это давно на дежурство не выходил сентябрь на носу вот у нас сегодня 31 августа а когда это видео будет в эфире то наверное у вас уже будет 1 сентября и сентябрь сентябрь будет нагружен сильно разными событиями и политическими и экономическими и вообще надо сказать такое время люди возвращаются из отпусков как бы бизнес немножко так вот приочухивает я не хочу сказать что весь абсолютно бизнес например бизнес туристический наоборот может быть пойдет вниз но я имею ввиду все остальное и даже номер по нашей школе если смотреть так у нас летом такой явный явное затишье а вот уже группы 20 20 сентября начинается группа full time так уже уже мы закрыли запись там уже вот за месяц 2 3 за 3 недели уже нет уже нету мест запись закрыта то есть как-то народ готовится там к будущим делам вот сентябрь месяц более такой оживленный а у нас же еще выборы понимаете у нас то как сказать цирк то не уезжал никуда поэтому тут добавляется интересно значит вот выборы значит там есть много организации которые делают опросы потом есть такие которые опросы соединяют вместе и как-то там интегрируют синтезируют усложняют упрощают и так далее общем есть такие результаты и опросов такие просуммированы или как-то обработаны очень много всего каждый каждый день каждый божий день что-то такое там рассказывается и показывается всем интересно не то чтобы слушать там кто чего сказал но интересно так за динамикой смотреть и вы понимаете что расклад вот какой процент за голосует за этого какой процент за того не не принципиален на самом деле потому что все решают выборщики а выборщики от каждого штата значит идут к одной партии поэтому скажем вот да в калифорнии там 55 выборщиков все 55 демократических а в техасе традиционно это республиканские и для того чтобы стать президентом надо получить 270 выборщиков вот нет такого чтобы сказали нужно получить там 51 процент или там 50 процентов плюс один голос избирателей вот этого нет можно можно получить большинство даже имея меньше голосов вот то что называется popular vote а тем не менее выборщиков тебя будет больше хотя это редко очень бывает но бывает иногда так вот есть такие карты рисуют карта соединенных штатов покрашена в несколько цветов красный такой хороший красный это республиканский такой раз розовенький это скорее всего республиканский соответственно синие демократы голубенькие значит скорее всего демократы и там допустим каким-нибудь там бежевым рисуют так называемый swing state который непонятно как вот и вот там все решает классификация swing state наверное разное бывает вот последняя карта которую я посмотрел они говорили если там перевес меньше пяти процентов у одного кандидата пять процентов меньше чем пять то мы считаем это swing state если от пяти до десяти то он такой либо голубенький либо розовенький но не яркого цвета а если перевес больше десяти процентов вот тогда мы считаем это твердое там республиканским или твердо демократическим так вот получалось там такая катавасия что даже если все swing state то есть вот где пять процентов меньше пяти процентов и непонятно что даже если все они ушли бы к трампу то все равно у клинтон было бы был бы перевес то есть она она все равно побеждает и набирает свои двести семьдесят там и больше набирает так что неопределенность тут только в том чего у нас дальше произойдет понимаете вот все-таки осталось какое-то время тогда значит что что дальше будет вот это и есть вопрос вот то что произойдет значит все ждут новых новых акробатов там трюкачей и и вот так неожиданным таким рыбком сегодня отправился в мексику доналд трамп в принципе президент мексики приглашал и клинтон и трампа обсудить иммиграционную будущую иммиграционную политику то есть как бы заранее он обоих приглашал и тут фишка состоит в том что сам сам по себе президент мексики его 1 рейтинг самые низкие за последние 20 лет что-то 20 у него 23 процента поддержки 23 процента поддержки то есть встретились два таких как сказать если брать уровень поддержки среди населения встретили такие два лузера уже трампа особо никто не поддерживает только если вот допустим клинтон не любит но так что вот трампа поддерживали такого такого нет собственно и у клинтон тоже не сильно и поддерживает так вот значит встретились два такие лузера и каждый пытается или будет пытаться за чужой счет как-то прокатиться то есть но я я не знаю только формальная причина там понятно и как бы вот они хотят типа там поговорить о будущем но они же зачем-то это делают мы не узнаем содержание их разговоров поскольку это частная встреча на закрытая но как вот люди обсуждают там обозреватели разные мнения высказывают но пишут до мексика возмущена то есть мексика и и просто колотит то есть человек который называет мексиканцев там бандитами наркоторговцами там насильниками и там и так далее вот он тут приехал понимать забор там против них построить то есть то есть мексика возмущена но дальше значит два таких игрока значит пытаются каждый каких-то очков набрать и я уж не знаю там какие очки они собираются набрать но но посмотрим во всяком случае это не встреча как сказать сильных игроков которые обсуждают как им вместе свои силы объединить нет это как бы совершенно противоположный такой цирк и все ждут с интересом сегодня в 9 часов сегодня среда 31 августа в 9 часов по времени вот там на восточном побережье eastern time у нас соответственно здесь в калифорнии будет 6 трамп выступает как проанонсирована его речь какая-то на по иммиграционной политики по иммиграционной политики вот он значит сейчас поговорит там с мексиканским президентом и усилившись по этой линии что-то скажет хотя я думаю что речь уже было давно написано и как бы от забора он отказаться не может что он там но не знаю посмотрим посмотрим они предпринимают какие-то титанические усилия компании компания трампа прилагает титанические усилия чтобы как-то выйти из из той позиции где они есть но он уже так глубоко там увяз что выйти оттуда трудно самое интересное что люди уже перестали слушать и всем надоело бывает как интересно то есть не то чтобы много народу вникала что они там говорят они это больше говорят для тех кто и так уже с ними например а те кто не снимет а те и слушать и так все понятно очень такая низкая политическая активность на самом деле происходит поэтому я даже не знаю в общем давно такого не было что еще сказать в сентябре сентябре у нас встречается двадцатка и на самом деле там очень многие вещи происходят в кулуарах там встречаются эти с теми накопилось чудовищное количество там у них противоречий внутренних там скажем между китаем и австралии между китаем и японии это вообще вот эта ситуация с островами в южно-китайском море и как бы вообще пекин как-то вот и вот так в национализм сильно понесло то есть раньше они просто там бабки заколачивали а а сейчас у них вот какая-то гордость особая появилась захватом там к оборонам и так далее такой хороший сосед в общем да это нет не единственное противоречие там и англия с брекзитом со своим и россии тоже никто там списание не делал по делам по-прежнему из сирии тоже разговоры в общем там будет много чего но я я не думаю что это как-то вот так на нас с вами сильно там скажется вы просто это событие которому приковано много внимания будет и сиди сейчас уже там обсуждают спекулируют видел резерв банк соберется в пятницу чтобы решить поднимать или не поднимать интерес как бы есть много индикаторов которые говорят что надо бы надо бы поднимать уже пора то есть экономика хорошо себя ведет но тем не менее мы не знаем что они там решат у нас этот федерал резервбэнк он такой нынче очень-очень осторожненький такой осторожненький он не решительный такой как с плеча не рубит нет нет очень очень осторожненько во всяком случае рынке ведут себя так как будто ничего не будет то есть рынке не ожидают повышения иначе бы это уже было бы видно хорошо что дальше дальше у нас значит так банки 10 20 у нас опек собирается и на этой новости тоже было много спекуляций и цена на нефть ходила последнюю там неделю туда-сюда потому что каждый раз там возникают надежды что они все-таки договорятся о о квотах на производство нефти вот и каждый день какие-то новые там идут вот сегодня например говорят что в сша оказалось неожиданно совершенно вот никто не ожидал оказалось что резервы нефтяные какие-то очень большие все думали что меньше почитает там еще нефть немножечко упала а пойдем пройдет две недели скажет что маловато резервов опять поскольку в общем там очень интересно все очень динамично очень вот что дальше дальше надо сказать что август так как-то известен вот частности там в российской федерации как месяц когда случается много всяких потрясений частенько случаются именно в августе и вот такое ощущение что пронесло знаете вот вроде да вроде пронесло вот если только что-то не случилось пока я в машине еду там 31 под конец на что-то вроде как пронесло вроде все тихо и вот да значит что спрашивают у нас народ уже перестали спрашивать кто победит вот хотя всякие букмекеры принимают ставки там где-то 80 процентов и выше вот значит ставки идут на клинтон и 20 процентов и ниже идут на на трампа хотя мы с вами понимаем что это не не самое главное я тут вот поскольку я готовлюсь к встрече с господином госманом президентом движения союз правых сил где-то вот четверг завтра послезавтра мы с ним должны поговорить я посмотрел какие-то его передачи где он участвовал и вот он в одной передаче сказал я не я не знал этого и он сказал что есть статистика известно как получилось вот эта история с брекзитом когда все думали что будет что британия остается вдруг оказалось что она выходит оказалось что пришли на выборы вдруг пришло достаточно много людей которые на выборы никогда вообще не ходили первый раз пришли и вот и их голосами все это и произошло так так интересно то есть вот живут люди ничего их не трогает а тут вот они раз пришли и все поэтому всегда есть шанс на то есть шанс на это и это выборы которые будут результаты которых будут определяться какими-то девиациями понимаете не не тем что вот основное блюдо основное блюдо изготовлено и подано это победа хиллари клинтон но дальше возможны варианты и вот поскольку вообще варианты возможны в целом по жизни но в данном случае у нас такой замечательный кандидат как господин трамп который сама неожиданность и говорят что большие большие приколы будут во время я камеру повернул больших приколов надо ожидать во время дебатов президентских потому что но такой дальний не неординарный собеседник вот хотя надо сказать что хиллари в дебатах съела столько собак что трампу не снилось конечно вот она уже давно и со многими успела в своей жизни так вот я говорю то что тоже много интересного и кстати мы говорили про сентябрь в сентябре первые дебаты 26 сентября поговаривают что трамп может и проигнорировать дебаты или может быть в одних поучаствует а в остальные просаботирует он такую фразу скажешь я очень хочу по поучаствовать в дебатах но мы должны еще посмотреть на условия он большой претензии вот вообще ко всем вокруг лучше понятно что в его проблемах виноват не он а кто-то еще вот не в частности пресса там ну все виноваты он еще посмотрит то есть он может и даже и не станет участвовать я думаю что если он первые дебаты провалит например а это сразу известно по голосам там по распределению общественном мнении это видно сразу он может в остальных вообще участвует не будет он посмотрит так что друзья цирк неожиданности продолжается и мы с вами являемся свидетелями совершенно таких необычных исторических событий не только природами меняется климат меняется на планете да тут тепло там холодно здесь еще что-то нет меняется политическая жизнь меняется экономическая жизнь в общем чтобы мы все были здоровенькие так я скажу и на этом складываю себя дежурство по америке счастлива